Мастер и Маргарита Это было время, когда в стране начало утверждаться сословие самураев, когда знаменитый многослойный японский меч стал не просто оружием, а вместилищем души воина. Когда лучший из самураев Юритова Минамото разгромил всех своих врагов и провозгласил себя великим военным правителем Сёбовым. Япония эпохи Камокара. У меня сегодня в гостях историки Александр Мещеряков и Алексей Горблёв. Здравствуйте, господа. Александр Мещеряков окончил Институт страны Азии и Африки при Московском государственном университете. Доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций в том числе «Древняя Япония. Буддизм и синтаизм», «Японский император и русский царь», «Император Мэдзи и его Япония». Алексей Горблёв окончил факультет журналистики МГУ. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник кафедры истории и культуры Японии, Института страны Азии и Африки при МГУ. Первый заместитель исполнительного директора Федерации Кёкусин-Кан Карате до России. Преподаватель Института страны Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Эпоха была достаточно непростой. Я бы не сказал, что она была самой кровавой, особенно кровавой на фоне японской истории. Впереди нас ждут беседы о эпохе Сен-Гоку, эпохе воюющих княжеств, когда действительно кровь лилась рекой и всякий воевал против всякого. Но начинается эпоха Камакура действительно с масштабных военных действий, которые вели между собой две большие группировки самурайские. Тайра и Минамото. Но в рамках дома Минамото не существовало единоначалия. Дом Минамото делился на целый ряд дочерних ветвей. И каждая ветвь на первом этапе военных действий выступала как самостоятельная политическая сила. И, в общем, взаимоотношения между этими ветвями были очень непростые. И дело доходило до сражений, до уничтожения одной ветви другой. Род Минамото – одна из великих семей, наряду с Тайра и Фудзивара, определявших государственную политику Японии в периоды Хэйян с 794 по 1185 год и Камакура с 1185 по 1333. Несмотря на уход из большой политики в начале 13 века, ветви клана Минамото и в дальнейшем сохраняли свое влияние на императорский двор. Прямые потомки основателей этого рода играли значительную роль в истории государства вплоть до реставрации Мейдзи в 1868 году. Императорский двор в то время периодически издавал указы, которые превращали то одну, то другую противоборствующую силу в государственную армию, якобы отстаивающую интересы императорского двора и действующую в целях покарания мятежника. Но в силу того, как менялось соотношение сил между этими, противоборствующими сторонами, мятежниками становились то одни, то другие. И в этом смысле императорский двор постоянно лавировал. Он не обладал собственной военной силой. То есть здесь надо сделать некоторые уточнения и небольшую ретроспективу. В прошлый раз мы говорили про эпоху Хиян. Тихо, мирно, своеобразное эстетическое разложение, некий государственный упадок на фоне поэзии, живописи и прочих увеселений. И вот все, что связано с этой эпохой, и привело, собственно, к тому, что вот эти два клана решили немножко побороться за власть, насколько я понимаю. Потому что, как вы сказали только что, военной силой как таковой правящий клан не обладал и лавировал между двумя реальными военными силами, которые боролись за теневую власть. Императорский двор пребывает в городе Киото. И вот эта традиционная родоплеменная аристократия, она стала настолько закрытой, что вертикальная мобильность фактически невозможна. Ну а как? Значит, в стране есть другие люди. Вот императорского рода отпочковываются другие роды. Вот Минамото, это, кстати говоря, собственно говоря, ответвление от императорского рода. Но кормить их государство не может, потому что сбор налогов сильно ухудшился, ну и людям требуется нечто большее. Поэтому лично я расцениваю, я не знаю, как Алексей Михайлович согласится со мной или нет, это во многом следствие того, что высшие страты японского общества очень замкнулись. Замкнулись в себе, и вертикальной мобильности нет, и это приводит всегда к таким взрывам. Столица перестала контролировать провинции и утратила способность управления. Утратила способность, утратила во многом желание, исчезла вот такая государственная жилка, что у нас большое японское государство, все интересы направлены на самих себя, и, конечно, поэтому на историческую арену выходят другие люди. На первый план выдвигается такой военный лидер, как Тайра Кио Мори. Тайра Кио Мори был главой крупного военного дома, который пустил, в общем, свои корни в различных провинциях страны, и постепенно, в течение второй половины 12-го столетия набирал силу. Все больше представителей дома Тайра занимали посты губернаторов в провинциях различных, получали в корм провинции, назначались на борьбу с пиратами, и происходило усиление вот этого военного дома. Но Тайра Кио Мори в целом ориентировался на использование тех механизмов контроля за двором, и в первую очередь за императором и экс-императором, которые уже были выработаны к тому времени, и которые, в частности, применялись домом Фудзивара, о котором мы упоминали. И в конечном итоге он добьется того, что его внук под именем Антоку будет возвелен на трон. И это была самая удобная для него позиция контролировать императорский двор, имея своего ставленника на трон. Малолетнего. Малолетнего, да, именно малолетнего. То есть реальная власть Тайра принадлежит в этот период Тайра Кио Мори. Но он стремится к управлению страной, вот используя существовавшие государственные механизмы. И также используя существовавшую систему управления частными поместьями, сёинами, которые в это время мы довольно много говорили, очень широкое распространение получили. С другой стороны, в провинциях мы видим массу военных кланов, которые борются за получение налогового иммунитета для своих владений, за отстаивание собственных прав в отношениях с государством или с представителями государства на местах. И вот эти воины, они зачастую не находили поддержки в доме Тайра. Тайра выступал как представитель государственного аппарата. Использовал этот государственный аппарат в целях обогащения, в целях усиления своих позиций. И вот на этом фоне как раз начинается объединение постепенно недовольных режимов Тайра вокруг дома Минамото. А во главе дома Минамото встаёт Минамото Йори Томо. Это единственный потомок, единственный сын главы дома Минамото, казнённого в 1159 году, который, ну, в силу малолетства был пощажён. Да, ему 12 было. Да, ему было совсем маленьким ещё ребёнком, был отдан на воспитание в одной из ветвей дома Тайра и рассчитывал Тайру Кью-Мори, что он никогда не станет опасен. Но, тем не менее, само положение его как формального главы дома Минамото сделало его постепенно центром притяжения недовольных. И вот на этом фоне в 1180 году начинается выступление сил Минамото против засилия дома Тайра. И против Тайра поднялись враждебные ему силы в разных концах страны. И далеко не все они на первом этапе поддерживали Минамото и Ритому. Отдельно выступал Кисо Юсинака, отдельно выступал Минамото Юрии, потом младший брат от другой матери Минамото Юритому Юси Цуне, знаменитый военачальник, выступил в разных концах страны. Началось такое движение против Тайра. Но это было движение не просто направленное против какого-то конкретного военного дома. Скорее, оно было направлено против системы контроля за частными поместьями, системы управления страной, которая ставила в уязвимое, неудобное положение тех воинов, которые реально превратились в силу на местах. Этот период, вероятнее всего, и есть то время, когда самураи сформировались как основная движущая и направляющая силы Японии. Это правильно? То есть, когда их статус стал, в общем, значительно выше, чем он был до этого. Насколько все представляют, да, но тоже не все сразу. Ну, как у отдельных, у отдельных таких влиятельных домов у них появляются дружины, да, вначале это, собственно говоря, люди, которые военным делом занимаются время от времени, но наступает профессионализация этого дела, и постепенно, ну, как у всякой профессии, появляются свои представления о том, что красиво, что некрасиво, ну, в общем, складывается своя картина мира. Ну, другое дело, что это длительный очень процесс, но, да, в это время формируется... Где-то с середины 12-го или позже? Ну, наверное, можно взять и это за рубеж. Ну, мне кажется, что больше с 13-го века, как вы думаете, Алексей Михайлович? Я думаю, что Александр Николаевич прав, потому что процесс выдвижения самурайства на авансцену и занятия, так сказать, главных позиций, он был очень сильно растянут во времени. В 1185 году Минамоту Юритому разгромил Тайра в битве при Донуру. Окончена война. Сколько было у каждой сторон? Несколько тысяч воинов. То есть все очень скромно. Да. На самом деле, мы в прошлый раз говорили о том, что это все-таки было достаточно скромно по масштабам. Европа. В 1192 году император назначает Минамоту Юритому Саи Тайсёгун, то есть великим полководцем, покоряющим варваров. То есть дает ему формально право главенства над всем военным сословием. Но еще до этого Минамоту Юритому был назначен начальником правой императорской гвардии. И в 1195 году, спустя три года после назначения на пост Сёгуна, он с себя слагает полномочия Сёгуна и остается правым начальником правой императорской гвардии. То есть для него было на том этапе очень важно занять место в чиновной структуре, должностной структуре императорского двора. Сёгун – военно-феодальный правитель Японии 12-19 веков. По преданию, титул Сёгуна впервые учредила императрица Кейка, хотя первые документальные свидетельства существования этого титула относятся к эпохе Нара. В этот период правительство Японии предприняло ряд военных экспедиций против племен Айну, населявших северную часть Японии. Главнокомандующий войск получал титул Сейту-Сёгун – генералиссимус, покоряющий Восток или покоритель варваров. Если посмотреть на структуру военных кланов того времени, то дружины составляли примерно 100 человек, ну, такого солидного клана, 200 человек – это было уже исключение. Ну, а тут тысячи. И в это же время начинается развитие, естественно, кузнечного дела, мечи приобретают совершенно новые свойства и качества. Провинция Секи превращается… Это местность Секи. Местность превращается в один из центров производства холодного оружия. И по сей день мечи XII-XIII веков ценятся весьма высоко за свое качество и свойство. Нужно сказать, что ну, как, в то время связи Японии с Китаем были не такими тесными, и торговые связи не такими тесными, но вот один из предметов японского экспорта, ну, то есть, те вещи, которые Китая ценились, да, это были именно японские мечи, потому что, что касается остальных товаров, почти все китайское, китайцы считали, что оно лучше у них, считали, что мечи Япония экспортировала, и еще лаковые изделия с напылением таким вот золотым, тоже считалось, что японские ремесленники в этом достигли больших высот. Надо сказать, что действительно в повести о великом мире, произведении, которое о событиях XIV века повествуется, есть такой фрагмент, где говорится, что если вывести хороший, качественный товар в Китае, но это в первую очередь, как Александр Николаевич совершенно верно говорит, это мечи, это шкатулки из лакового дерева и так далее, из лака, мы сможем получить там стократную прибыль. То есть это действительно были дорожайшие, ценнейшие товары. Но мы говорили о том, что самураи были не очень многочисленны в это время. И именно это позволило развиться в значительной степени вот той культуре меча знаменитой, о которой вы говорите. Каким образом, как-то парадоксально звучит это? Нет никакого парадокса. Не было бешеного спроса, который был характерен для эпохи Сен-Гоку. Когда появились массовые армии, нужно было срочно их собжать, и тогда появились так называемые табагатана, то есть мечи, которые продавали буквально охапками. Ну, естественно, что не было времени их полировать, шлифовать, ковать в много слоев. нет. Здесь самурай – это, в первую очередь, благородный рыцарь, который почти все свое имущество готов положить на то, чтобы иметь хорошего коня, прекрасную экипировку, замечательный меч. И действительно, при ограниченном спросе, но при высоком отношении к этому предмету, к мечу, мастера могли потратить два-три года на изготовление одного экземпляра. Это был действительно шедевр. Он стоил огромных денег. И именно действительно, мечи эпохи Камакура считаются японскими специалистами лучшими по своим качествам, по своим достоинствам. Известно, что в начале XIII века у власти находился император Готоба, который лично занимался кованием мечей. И при дворе своем создал кузнечный цех, и при нем производились высокого качества мечи. Ну, кузнец вообще считался до эпохи Мейдзи практически живым богом, воплощением бога. Вы знаете, да, до Мейдзи само собой, но я даже сам видел в 70-х годах прошлого столетия, как люди, ну, профессиональные кузнецы начинают работать, как бы, начинают работу над мечом, у них все было совершенно серьезно. Это пост, молитвы несколько дней, да, и только после этого они приступали к ковке меча, как положено начиналась эта процедура ночью. Все главные японские религиозные церемонии, ритуалы, они ночью отправляются, да, так что, ну, во всяком случае, сравнительно недавно к этому продолжали относиться с чрезвычайной серьезностью. Конечно, приход к, пусть ограниченной, но все-таки к власти самураев, их влияние в политике, формирование специфической самурайской культуры, оно в это время оказывает влияние и на аристократическую культуру. Опять-таки, император Готоба, он собирает при дворе воинов, они занимаются воинскими искусствами, стрельбой из лука, скачками, сам император берет в руки молот для того, чтобы ковать оружие. И двор постепенно, ну, в какой-то степени военизируется. Возможно, это было связано с особенностями личными Готоба, такого деятельного человека, который в конечном итоге в 1221 году предпринял попытку, ну, реставрации полноформатного императорского правления, выступил с войной против Сёгуната. Был разбит сразу же и легко, и, в общем, императорский двор тогда понес серьезный ущерб. Сам Готоба был отправлен в ссылку. Но, тем не менее, произошла военизация аристократии в это время. Хотя, в более позднее время, когда мы будем наблюдать аристократию, мы уже у нее таких вот признаков милитаризации своеобразной, мы ее не увидим. Похожий урок, вот этот 1221 год, он оказался очень горьким и показал, что лучше все-таки сосредоточиться на ритуальных функциях, нежели пытаться с силой оружия взять в руки власть, хотя одно исключение будет. Это будет событие 30-х годов 14-го века. Основное образование, то есть учиться писать, читать самураи с помощью учителей, каковыми уступают буддийские монахи, в основном дзенские монахи. И, в общем-то, в это время мы еще не видим формирования каких-то школ воинских искусств как организации, как систем передачи знания специализированного. Мы не видим доджи, то есть школ как место, где происходит практика или клановых школ каких-то. То есть все-таки обучение воинскому делу происходило в семье. Ну и трудно судить сейчас об этом, но все-таки я боюсь, что оно еще не было так систематизировано, как мы это будем видеть в 17-м веке. Ну да и в 17-м веке, если почитать дневники того времени самурайские, мы увидим, что занимались два-три раза в неделю по полтора часа, в общем, в этом смысле не так много, как в секции сейчас. Потому что самурай в разное время имел массу других дел. В эпоху Камакура самурай это прежде всего вассал, который во-первых является землевладельцем, то есть он должен так или иначе быть в курсе сельскохозяйственных работ, управлять ими. во-вторых, самураев назначали так называемым ДИТО, то есть управляющими в частном поместье со стороны военной власти. В их функции входило сбор налогов, преследование преступников. Такой оперуполномоченный. Да, можно сказать, что это действительно было оперуполномоченный. Конечно. Представьте себе, страна достаточно все-таки большая, собственники частных поместья находятся в Киото в основном, сосредоточенные, а поместья их сами находятся за сотни километров, где, в общем, трудно себе представить, что делается. Там и бандитизм, и грабежи, и расхищение. И вот туда Сюгунат назначает своих вот этих оперуполномоченных, ДИТО. Они получают за это часть доходов с частного поместья. Это была форма оплаты их службы вассальной. Но в то же время они собирают там налоги и организуют их поставки собственникам. Но это означает, что ДИТО, вот эти вот собственно вассалы Сюгуна, они были достаточно серьезно вплетены в цикл управления земледелием. У них не было времени безостановочно скакать по полям и стрелять из луга. когда во второй половине 13 века нависнет над страной угроза монгольских нашествий, кто должен отражать эти нашествия? В первую очередь прямые вассалы Сюгуната. Их мобилизуют для ведения войны, но выясняется, что многие из них свои земли утратили за долги. Они не в состоянии экипироваться. И общая численность войск, которая собрана на острове Кюсю для отражения монгольского нашествия, включающая не только вассалов Сюгуната, над которыми Сюгун и его органы имели юрисдикцию, но также и воинов из поместья аристократических, храмовых. То есть всех мобилизовали, кого только можно было. Эта армия насчитывала всего несколько тысяч человек. То есть на самом деле все-таки вот это представление о том, что самураи, они имели в то время большие дружины и могли посвящать много времени военному делу, оно немножко искажено, мне кажется. Максимальная это максимальная численность войск, которые могли в то время собрать, это примерно 20 тысяч воинов. Но это вся Япония, их надо было как-то переместить к месту боя, это довольно сложно было. При всем при том, когда воины Хубилай-хана высадились на Кющу, самураи выступили весьма достойно. Если бы Хубилай-хан хотел бы завоевать Японию, скорее всего они бы это смогли бы сделать. На самом деле в Японии им делать было особенно нечего, потому что один из основных движущих мотивов, почему мы монголы пойдем в Японию, потому что пошли слухи, что в Японии много золота, как Марко Поло полагал, так и монголы тоже полагали. Но оказалось, что в Японии золота, во-первых, никакого нету, население, в общем-то говоря, бедное, ну и разные другие сложности. В том числе злые самураи. Злые самураи, да, отсутствие достойной настоящего монгольского воина еды, мяса-то нет, а есть рыба, рыбу, как известно, монголы не жалуют. Да, вот, ну, трудности доставки действительно, да, монголы не сами переправлялись, ну, им китайцы и корейцы строили сюда, потому что они, мореплаутили были никакие. Ну, тут надо сказать, что Хобилай Хану вообще с экспедициями морскими не везло, потому что экспедиция в Вьетнам тоже кончилась нехорошо. Ну, конечно, нет, они к этому не были приспособлены, ну, все-таки монгольской коннице нужен простор, да, там, кто был на острове Кюси, тот знает, ну, вообще в Японии там равнин мало, да, гористая местность, совсем другие, совсем другая должна быть тактика, да, очень для монголов все-таки непривычно. Ну, да, фермопилы по-японски. Ну, да, здесь, конечно, большая стратегическая промашка была со стороны монгольского командования, точнее сказать, со стороны корейских и китайских советников, которые, в общем, вели монголов неизменно опробованным морским путем через острова Цусима, Ики и далее на север Кюсю, где их японцы, собственно, и ждали. То есть, никакой попытки высадиться в каком-то другом районе предпринято не было. Ну, ну, и нужно, конечно, сказать, что сами вот эти попытки, две попытки 1274-го и 1281-го годов, они были предприняты монголами, во-первых, первое, в период еще, когда не завершилось завоевание Китая, шла борьба с Южной Суной, многие силы были брошены на покорение Южного Китая, а вторая попытка была предпринята вскоре после завоевания Южного Китая и значительную часть войск, несмотря на это, монгольских, которые высаживались в Японии, составляли как раз воины, набранные в Южном Китае. То есть, боеспособность этих войск, преданность их монголам, готовность класть жизни, она была не особенно высокой. И это, конечно, сильно контрастировало с тем отношением к войне, которую демонстрировали самураи, которые при массе своих недостатков в военной подготовке, особенно в понимании тактики и в знании своего противника, демонстрировали исключительную храбрость, готовность к смерти и были, в общем, готовы ценой жизни остановить врага. самураев самураев возмущало то, что монголы вступали в бой, не представившись, не назвав своего имени, титула. Дело в том, что действительно японское самурайство, оно на протяжении, ну, считайте, что примерно двух столетий варилось собственной кашей. Воевали рыцари с рыцарями. И сложилась целая система ритуалов войны. И одним из этих важнейших ритуалов был ритуал на нори, когда выезжал воин и возглашал всю свою родословную, рассказывал о том, в каких сражениях он принял участие, каких славных воинов он победил. Навстречу ему выезжал точно такой же товарищ, который тоже самое рассказывал о себе. Ну, коль скоро они считали себя друг друга достойными, сходились в рукопашной схватке. Схватка проходила тоже в таком ритуализованном ключе. А рукопашная в буквальном смысле или на мечах? Первоначально они скакали по кругу, пытаясь поразить друг друга стрелой. Если это не удавалось, не приводило к успехам ни ту, ни другую сторону, начинался этап так называемого кумиучи. Это означало съезд двух воинов вплотную, когда они, пользуясь коротким мечом к удаче, стремились противника обезглавить или захватить живью. В то время еще в Акидзасе не было. Акидзасе это меч, который затыкается за пояс и соответствующим образом оформленный. В то время использовался меч короткий к удаче. По форме он похож на Акидзасе, но его носили на специальной подвеске отдельно. Или же использовался такой специальный кинжал, назывался юроидоси, дословно пронзающий доспехи, для того, чтобы можно было наносить удары в щели, которые имелись в доспехах. И даже схватка на мечах в то время она не пользовалась такой славой, таким уважением, как вот эта рукопашная именно схватка. Сцепиться на коне, упасть на землю вместе, там бороться до тех пор, пока не подомнешь противника под себя и пока не отрежешь ему голову. и Момент, когда кто-то брал верх, он фактически являлся сигналом для челяди вступить в бой в защиту господина. И тогда уже начиналась последняя, так сказать, фаза сражения, которая называлась РАН. То есть свалка, дословно схватка, неупорядоченный был. И, конечно, не зная никакого другого шаблона ведения военных действий, не представляя никаких тактических хитростей, которые могли бы быть применены, хотя в XII веке это еще, так сказать, имело место, и мы, допустим, в повести о доме Тайра найдем интересные примеры тактических приемов. Но в конце XIII века это уже было очень ритуализировано. Японцы вот с таким подходом к военному делу, к военному искусству, вступили в бой с монголами. И, конечно, первые попытки японских лучников выехать и возгласить на норе... Да, японцы остались очень недовольны. Ты выезжаешь, а тут тебя из-за куста, без лишних разговоров... Да, да. Пропускали иногда воинов японских вглубь строя, и там, в общем, тривиально уничтожали, воспринимая как проявление глупости вот эти вот образцы рыцарского поведения самураев. И самураев были... Ну, вот это настоящий культурный средневековый шок. Значительную часть войска монгольского составляли копейщики, китайские и корейские, которые строились плотным строем, использовали большие щиты, а японские воины в то время ручных щитов не применяли, закрывали щитами, что считалось признаком трусости, наступали строем, поражая копьями с дистанции. Монгольская конница действовала в своем традиционном ключе, используя заманивание, используя охват из флангов, используя обстрел из луков, которые были очень высокого качества. Более того, по свидетельствам источников, применяли снаряды, метательные бомбы, гранаты, тэпао, или позднее в Японии это получило название тэпо. Их метали с помощью катапульт, были начиненные металлическими всякого рода предметами, шариками и взрывчатым веществом, шары, которые поджигали, метали из катапульты в сторону врага, они там взорвались, поражая массу воинов. Если японский воин действительно стремился к личной славе, причем все должно было произойти красиво на глазах у всего войска... Да, безотносительно результата. Он победит или его безглавят? Потому что в этом случае была масса свидетельств его героического поступка, и его семья могла рассчитывать в дальнейшем на получение награды за совершенный подвиг. Вообще Кумиучи, сама по себе схватка эта, она считалась подвигом и подлежала награждению. А здесь совершенно другое. Монголы совершенно по-другому представляли себе войну и не собирались считаться с обучаями японцев. По всем показателям монгольская армия должна была бы победить. Но вот мое такое мнение, если бы хотела, если бы была поставлена реально такая цель, она бы это, скорее всего, и сделала. Можно быть, ненадолго, да, но тем не менее. Но этого не произошло, и они все-таки предпочли убраться во свое себя. Ну, по всей видимости, все-таки не смогли победить, потому что монголы были ребята настойчивые, упертые, и никогда не отказывались от поставленных перед собой задач. Взять покорение Европы, Средней Азии и прочее, прочее. Видимо, ну, не получилось у них с самураями, не задалось. Я думаю, что не хотелось. Я думаю, что... По-настоящему не хотелось. Здесь, конечно, вот в словах Александра Калача есть доля правды. Мне кажется, это в значительной степени справедливое мнение. Но нельзя учитывать и ряда других факторов, факторов случайных. Например, во время высадки монголов в 1274 году один из юношей из рода Сёни просто вот так же нахально выехал впереди строя. Его не воспринимали всерьез. Он взял и убил военачальника монгольского. И это в значительной степени смешало карты. Ну да, деморализовало. И мы знаем, что после сражения дневного монголы приняли решение отступить на корабли, ночевать на кораблях. Значит, они не смогли закрепиться на территории. А наутро их кораблей не оказалось. Ну, существует легенда о том, что налетел шторм. Камикадзе. Фунт Камикадзе, да. Божественный ветер, откуда берет свое название знаменитой атаки смертников. Во время Второй мировой войны. Неизвестно об этом. В японских источниках вроде бы шторм не отмечен. Но почему делись куда? Правда, из корейских источников известны потери. И потери там названы около 15 тысяч воинов. Едва ли это могло быть полевое сражение, где могли бы быть такие потери. Это по тем временам совершенно нереалистичные цифры. Если источники не врут, то действительно, скорее всего, был какой-то разгром. Ну, вероятно, действительно, был шторм, был тайфун, были потоплены многие корабли. Но вот что... То есть, все-таки, еще один фактор, это вот такие вот случайные моменты, которые сыграли в пользу японцев. Но что... С другой стороны, сколько японцев было? Вы говорили, несколько тысяч человек. Да. Ну, если соотнести это с корейскими источниками, получается, что самураи все-таки были эффективнее, чем монгольские воины. Ну, если считать, что эти 15 тысяч погибли в боях с японцами, то да. А если считать, что они все-таки потонули, то тут трудно судить. Хотя численно даже первая экспедиция монголов была значительно сильнее, чем японские силы на Кюсе. По данным источников, около 40 тысяч. Многие корабли, там называют сотни кораблей в составе флотилии, они перевозили лошадей, перевозили в том числе сельскохозяйственный инвентарь. То есть, плыли надолго и всерьез. Но вот знаете, что удивляет? Ведь вот 1274 год, непонятно, налетел этот тайфун или не налетел, но так или иначе вторжение было отбито. Второе вторжение, 1281 год, еще большие силы сосредоточены. Одна флотилия 40 тысяч, вторая 100 тысяч, 140 тысяч, гигантские числа. Ну, нереальная цифра абсолютно. Ну, так или иначе, отбиты. После этого Хубилай продолжает слать своих послов с требованием покориться. Они приезжают на Кюсию, им отрубают головы. Где и когда еще была такая практика, чтобы монгольским посланникам отрубили головы, и тот, кто это сделал, потом не ответил за это? Да, такой практики не было. Здесь довольно странная ситуация. А потом, чтобы те, кто отрубил головы, ответил за это, до них еще доплыть надо. Провести очередную битву и, вполне вероятно, потерпеть очередное поражение. Вот в силу каких-то причин, несмотря на свою настойчивость, которую монголы регулярно демонстрировали в других странах, при завоевании других стран, здесь они такой настойчивости не проявили. Продолжение следует... Предшествовали этим походам в Японию многократное посольство, которое состояли и из корейских представителей, Корея уже в то время находилась на положении оккупированной страны, и из китайских специалистов. И один из китайских послов писал, что, в общем, страна действительно бедная, а народ злой. Помимо того, что там высаживался Хубилай-хан, продолжалась еще своя внутренняя особая жизнь, несмотря на то, что появился противник. Или когда высадился Хубилай, произошла некая общественная консолидация вокруг этого дела. Немножко, видимо, произошла консолидация. В каком смысле? Вот эти легенды о божественном ветре – это вещь как бы не совсем случайная. Воочию Япония убедилась, что она не одна в этом мире, и что этот мир очень достаточно разный, в том числе и обладающий такими агрессивными потенциями. И стали размышлять, чем Япония хороша. И в это время наступает некоторое такое осознание уникальности Японии. И вот в частности это было сформулировано следующим образом, что Япония – это единственная страна тогда в мире, ну, из окружающих Японии государств, где не прерывается императорская династия. Вот Монголы и Китай, в Китае, как известно, установилась монгольская и юаньская династия, он как раз наталхивал на такие размышления, что вот в других странах много беспорядка, когда династия меняются, а у нас в Японии они не меняются. Это они стали осознавать как уникальную особенность Японии. Вот в этом смысле, да, какая-то консолидация и осознание особенностей своей страны, мне кажется, произошло. Здесь действительно, конечно, имела место консолидация сил, именно против общего врага. И более того, за счет войны, за счет наличия вот этой внешней угрозы, Сёгунат смог значительно укрепить свои позиции во взаимоотношениях с двором. Ведь эпоха Камакура – это с точки зрения вопросов организации государственного управления, она чрезвычайно интересна. Существовали остатки от системы государства Рицурё, когда существовало централизованное государство, существовали провинции. В провинциях были губернаторы, назначавшиеся из центра. У них был свой штат служащих, которые, в общем, занимались эффективно сбором налогов и так далее. Так вот эта система, она продолжает сохраняться в эпоху Камакура. И точно так же двор назначает губернаторов, которые обладают всей практически полнотой административных полномочий. В то же время есть Сёгунат. Сёгуну были переданы полномочия по назначению в провинции военных губернаторов. То есть в дополнение к гражданским появился ещё один руководитель с ограниченными правами. В ВНКО. Да, причём у него права были первоначально очень ограниченные. То есть он мог мобилизовать вассалов, он должен был пресекать бунты и преследовать мятежников, преступников. То есть военно-полицейские функции. И в подчинении у него были только прямые вассалы Сёгуна. Хотя существовало большое количество воинов, которые не являлись вассалами Сёгуна. Они были просто воины. Губернские. Они являлись в какой-то степени зависимыми от аристократов, от императорского двора, от каких-то храмов и так далее. То есть мобилизовывать их он не мог? Не мог. Первоначально военный губернатор не мог. Кроме этого, в тех же провинциях, в поместье и на государственные земли назначались вот эти самые дзиту, оперуполномоченные, как их Александр Николаевич окрестил, которые, получая часть доходов с частных поместья или с государственных земель за свою службу якобы, в дальнейшем занимались контролем за сбором налогов и передачей по назначению. Но когда встал вопрос о внешней угрозе, и стало понятно, что Сёгунат своими силами не в состоянии отразить столь масштабное вторжение, Сёгун, ну точнее сказать не Сёгун, а в то время власть реально находилась в руках так называемых Секенов, держателей власти, которые выступали как руководители административного управления Сёгуната, издаёт указ о том, что должны быть мобилизованы воины, не только являющиеся вассалами Сёгуна, но и являющиеся вассалами храмов, аристократов и так далее. То есть... Тотальная мобилизация. Тотальная мобилизация. И, кроме того, имели право военные губернаторы вводить военный налог на содержание войск в провинциях. В военной обстановке военные губернаторы стали пользоваться широко этими правами. И это открыло путь к тому, что в дальнейшем отобрать эти права у них было практически нереально. В дальнейшем, уже в XIV веке, с формированием второго Сёгуната, эти военные губернаторы полностью вытеснят гражданских губернаторов, получат все их функции. И уже тогда окончательно прекратится существование вот этой системы, заложенное еще в VIII веке в рамках системы Рицурио. Сёгунат очень бережно и щекотливо подходил к взаимоотношениям с императорским главом. Да, как-то не по смете. Но все-таки таких попыток нет. Мы это самые сильные возьмем, да, эту династию и сверхнем. Все-таки такое в голову не вмещалось. Мы можем манипулировать императором, каким-то образом получать привилегии, управлять им. Да, но чтобы взять и сесть на его место, такой идеи не было. Ведь, ну, собственно говоря, почему мы называем этот периодом Камакура? Потому что Сёгунская ставка была в Камакура. Маленькая деревенька. Долина Канто, да, это неподалеку от нынешнего Токио. То есть от Киота, от местонахождения императора, довольно далеко. Ну, опять же, Камакура само по себе очень интересное место с точки зрения географии, природных условий, с точки зрения фортификации, ведения боевых действий. Она очень неудобна для штурма начать с этого. Да, окружена горами, море, да, безусловно, они выбирали, видимо, и с точки зрения удобства. Здесь сложно сказать, на самом деле, само по себе название Камакура, да, то есть хранилище серпов. Такого рода хранилища, хранилища сельскохозяйственных инструментов, они находились, насколько я понимаю, как правило, при уездных управлениях и при провинциальных управлениях. Камакура находилась в изначальной сфере контроля, которая находилась под контролем Минамоту и Ритому в период становления еще Сигуната. С точки зрения самурая, воина, стратега, выбор места для ставки, это очень серьезный вопрос. Тут природные условия как бы работали на Минамоту. Ну, просто в дальнейшую историю Японии мы не найдем примеров, когда Камакура будет выступать в качестве крепости, которая обороняет. Наоборот, Камакура будет гореть регулярно ее, и в конечном итоге ее бросят как непригодную для размещения там центра власти. В этом смысле интересно бродить по нынешней Камакуре, да, ну, там есть замечательные храмы, дзенские монастыри и все такое прочее. Второй по своим размерам Будда в Японии. Да, этот самый большой-большой Будда, да. А материальные остатки Сигуната, ну как, стоит на улице такая табличка, написано. Здесь во времена Сигуната Минамота было то-то, да. Идешь дальше, тоже стоит это камушек или самая табличка. Камакура сегодняшняя, это прежде всего Хачиман Тайся, великое святилище бога, Хачиман покровителя воинства японского, и в первую очередь рода Минамота, да, главный культовый центр, где происходило посвящение в Сёгуны, официальные церемонии там происходили. Позднее там же происходили церемонии посвящения в правители региона Канто и его, так сказать, помощника. И это храмы, буддийские храмы с преобладанием дзенских храмов, которые идут по склонам гор. И никаких следов органов государственного управления, укреплений. Боль скоро она неоднократно горела, там по определению ничего не могло дойти до нашей вернее. Возвращаясь вот к этой истории с высадкой, после того, как она состоялась, произошло переосмысление необходимости создания нечто вроде регулярной армии, отработки тактики, стратегии, централизации управления, накопления запасов, унитарности вооружений и прочее, прочее. Или как бы разошлись по домам и всё, и ладно. Конечно, многое пришлось пересмотреть японцам. И вообще характер войн уже в первой половине XIV века, он будет другой. Там уже обычай на норе уйдёт в прошлое. Там появится такой выдающийся военный тактик, стратег, как Кусуноки Масасиги, который будет прибегать к партизанской войне, эффективно использовать оборону укреплений замков. Там характер войны будет совсем другой уже, конечно. И войско будет другое. В дополнение к элитным конным воинам появятся многочисленные пехотные подразделения, которые будут вооружены копьями, лебардами. И более того, напрямую историки военного искусства японских, они увязывают появление этих отрядов копейщиков и тактику их боя с заимствованием у монголов. Кстати сказать, было довольно большое количество пленных оставлено монголами на японских островах. В основном там монголов уничтожили сразу, корейцев уничтожили сразу. Было большое количество китайцев. И вот эти китайцы, они свою роль сыграли в передаче определенных идей тактических и приемов ведения боя. Очень любопытный сюжет связан с тем, что, когда возникла вот эта внешняя угроза монгольская, Сёгунат принял решение вести борьбу против монголов по принципу бить врага на его территории. И была предпринята попытка организовать строительство флота, экипирование его моряками с тем, чтобы атаковать уже побережье вражеское. Ну, большого масштаба здесь не получилось в силу того, что, в общем, оказалось, что те вассалы сёгунские, которым адресовали приказ об участии в таких экспедициях, они были неспособны экипироваться надлежащим образом и вложить какие-то средства в строительство кораблей. Но определенное количество кораблей было построено, и их экипажи были сформированы из младших сыновей самурайских домов, которые, в общем, имели не очень светлое будущее у себя дома. И вот такие флоты, небольшие, они стали выходить в море и атаковали, в первую очередь, побережье корейского полуострова. Ну, рассматривали Корею как наиболее опасного врага, откуда начинается вторжение. И вот с этого времени, с конца 13 века появляется такое явление, как вако. То есть японские пираты, которые сначала атаковали Корею, очень долго её терзали, до начала 15 века. Потом всё-таки корейские войска смогли их разбить, нанесли им поражение серьёзное. На море? На море. А в дальнейшем вако переключились на грабёж Китая. И действуя в союзе с китайскими пиратами, и действительно в середине 16 века 70% дружин вако – это китайцы. И весь, практически, все экипажи кораблей, ну, не исключая бойцов, это были китайцы. Там начали очень активно грабить китайское побережье. Все основные приморские провинции страдали страшно, вплоть до того, что правительство китайское принимало решение об отселении населения из прибрежной полосы, чтобы создать там вот выжженное поле. Поднимались дружины вако до столицы китайской Нанкино, угрожали южной столице Китая в то время. И, в общем, потребовалось колоссальное усилие для того, чтобы разгромить этих самых вако. Мобилизованы были все силы, включая знаменитых шалинских монахов, которые выступили в поход. И о чём умалчивает обычная история боевых искусств китайских, все до одного полегли в этой битве. Но, тем не менее, остались в памяти народной. И в этом смысле вот этот сюжет с вако, с развитием боя на море, тактики боя на море, тактики высадки, скрытого подхода, он почему-то пока мало внимания историков привлекает. То есть, такое складывается впечатление, что японцы-то, в общем, такое сухопутное. Нет, это очень интересный эпизод, действительно, который доказывает, что японцы могли бы, но не хотели. Ну, как бы мы не превозносили этих самых вако, всё равно это некоторое периферийное, безусловно, явление. А, как бы, государственная политика, но и всё-таки менталитет подавляющего большинства японцев, да, он оставался другим. Эти вако, они государством не поддерживались, да, и им, ну, как бы, можно было объявить их, там, не знаю, первопроходцами, да. Да, это... Ну, государственные пираты, как Фрэнсис Дрейк, тот же самый. Да, да, не награждать, как Дрейка, да, в Японии всё-таки этого не происходило. Да, мне кажется, что общественное мнение в Японии, ну, осуждало. В моём представлении эпоха Камакура – это период постепенного усиления позиций сёгуната и ослабления позиций императорского двора, отмирания рундиментов системы власти, созданной ещё в VIII веке. Мы, к сожалению, совершенно не затронули культурного аспекта сегодня. А с точки зрения формирования японской ментальности – это очень важный был период, когда появились в Японии, получили распространение широкое. В широкой народной массе, в отличие от предыдущих этапов, новые буддийские школы. Дзен. Школа дзен, в первую очередь, да, которая сыграла очень большую роль в становлении самурайской ментальности и в дальнейшем в становлении японской ментальности. Дзен фактически стал одной из основ официальной идеологии сёгуната. Дзен – это одна из разновидностей буддизма, которая подверглась довольно сильному влиянию ещё доосизма в Китае. И это такая традиция, которая с большим скепсисом относится, во всяком случае, в самом начале, к письменным текстам, к образованности вообще, которая уповает на некоторое наитие, откровение, на мгновенное просветление, то, что в Японии называют сатори. И до определённой степени это соответствовало потребностям самураев. В каком смысле? Они были не так образованы, естественно, как аристократы, а здесь это письменного текста не нужно. Они привыкли… Ну, всё-таки военная организация, у тебя всегда есть начальник, да, он и бог, и царь, да. Здесь в Дзене главная роль тоже принадлежит наставнику. Дзен учит тому, что абсолютно всё относительно, да, что смерть – это и есть разновидность жизни и наоборот. Дзен, как школа буддийская, ориентировал человека на реализацию природы Будды, которая заложена в каждом человеке. Дзен говорил ему, обратись внутрь себя, в себя. И самое главное – это практика, и ты станешь Буддой. Спасибо, я благодарю моих гостей за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго, смотрите нас. Субтитры подогнал «Симон»!